Пассажирское сообщение с окружной столицей, доставка медикаментов и обеспечение населения свежими фруктами и овощами. Эти вопросы обозначили жители деревни Пылемец в ходе диалога с представителями власти. Делегация в составе сотрудников Заполярного района и сенатора Дениса Гусева отправилась по Нижнепечорским населенным пунктам. Далее все подробности. Деревня расположена на Печоре в 11 километрах от Лабышского. Из социальных объектов здесь есть дом культуры, магазины и фельдшерский акушерский пункт. Школы нет, поэтому маленькие жители Пылемца учатся в Великовисочном. Примерная численность населения – 44 человека. В ходе встречи с представителями власти староста деревни Ирина Ефимова озвучила ряд вопросов, требующих скорейшего решения. В частности, речь шла о проблеме с заездом в деревню в летний период. Пассажирский транспорт сюда заходит редко, из-за чего пожилым людям сложно выбираться в окружную столицу. У нас очень много вдов, женщины живут без мужьев. И они одинокие, и уже старенькие. Какая-то помощь хотя бы была бы, чтобы у нас молодежи нет, чтобы ходить. Знаете, как раньше была Тимур и его команда, а вот какая-то помощь им была. Побольше, конечно, чтобы завозили овощей, фруктов в деревню. Но облагородить, конечно, хочется деревню. Хочется, чтобы у нас была какая-нибудь беседочка такая. Хочется, чтобы вот где у нас памятник сделать, чтобы не подходить по няше и оградку. Кроме того, озвучили и проблему доставки медикаментов. Фельдшер местного ФАПа, оставив заявку на лекарства и другие медицинские товары, вынужден самостоятельно доставлять их в деревню или просить кого-то из односельчан. Это в ваших должностных обязанностях доставлять лекарства? Ну, у нас так-то с виски бывает, что если вот и летом, да, если вот кто-то там может из больницы на лодке, там, или вот зимой на снегах ходят, если в воде, там аппаратуру что-то, чего-то, они доставляют в лошадь и сами. А если, например, заявку оставила, и они не выезжают там, да все, с кем-то. Вот такой регулярности нету? Нету, да, нету. Я спросила, у тебя входит эта в твои должностные обязанности? Ну, чтобы я сама доставляла, у меня нет, не входит. Все озвученные просьбы представителя власти взяли, что говорится, на карандаш. Как отметил в интервью сенатор Денис Гусев, поездки в малые населённые пункты из-за полярной глубинки позволяют услышать отчаяния их населения, что говорится, из первых уст. В каждом населённом пункте есть свои вопросы, которые необходимо точечно решать. Поэтому, чем чаще мы общаемся, тем чаще мы на связи с жителями этих населённых пунктов, тем быстрее решаются вопросы. На регулярность, ну и фактически каждую неделю, в следующую неделю тоже планируем выезд, возможно, выезд в Хангурей, в Каменку. Поэтому мы вот такой регулярный. Вот сейчас нам позволяет возможность есть дорожные сообщения. Также в ходе рабочей поездки представители власти побывали в деревне Лабожское. Там в ходе встречи с населением была озвучена проблема с водоснабжением деревни. Тему взяли в работу.